Некоторые из нас думают так же, что после смерти нас обязательно поместят в рай, и нас уже ждут, не дождутся райские гури и сады. Если вы так думаете, попросите Аллаха о скорой смерти. Никто же не осмелится. Нам ведь на самом деле не нужно никакое свидетельство о собственном положении. Мы сами прекрасно знаем себя, свои слова и поступки. В хадисах пророк А.С. часто упоминает о истинности могильных мук, и в Коране есть подтверждение. Вам не избежать смерти и наказания в могиле. Аллах все видит, и ничего от Него не скрыть. В одном из достоверных хадисов посланника Аллаха А.С. сказано, «Сотрясся трон милостивого из-за смерти Саада бин Муаза». Пророк А.С. сказал, «Клянусь тем, в чьих руках моя душа, ангелы обрадовались духу Саада, и из-за него сотрясся трон Аллаха». Вы можете представить уровень этого сподвижника? «Насколько же преданным рабом Аллаха он был, что его смерть сотрясла трон Аллаха, но даже его сжала могилы? А на что надеемся мы? Откуда взялась эта самоуверенность и гарантия? Придут два ангела, голоса их словно гром, и начнется допрос. Насколько тяжелым будет этот допрос?» Передается, что пророк А.С. рассказывал, что допрос в могиле будет подобен фитне даджале. Независимо от того, будем ли мы живы во время фитне даджале, мы все равно будем испытаны таким же тяжелым испытанием. Представьте себе, что вас закопали живьем. Как в фильмах выбраться оттуда не выйдет. Как в фильмах выбраться оттуда не получится. Нет ни телефона, ни книги, ни телевизоры. И поговорить не с кем. Двигаться тоже невозможно. Места недостаточно. Как же скучно. Я бы сказал, мучительно скучно. А теперь представьте, что вам действительно придется находиться в могиле. Этого не избежать. И вас не оставят просто так страдать от скуки. Вы действительно будете страдать, отвечать придется за все. Бежать некуда. Никто не поможет. Умереть тоже нельзя. Ты уже мертв. Темная, сырая, колодная и тесная могила. Нам придется там находиться. И неизвестно на какой срок. Подумайте о тех, кто уже умер. Они лежат там и подвергаются наказанию. Сколько лет и веков. Могила – это первый признак того, куда вы попадете. К умершему придет некто с мерзким лицом, распространяющий зловоние, и в отвратительных одеждах. И скажет ему так. Сообщаю тебе весть о гневе, в глубоком возмущении Аллаха и о тех мучительных страданиях, которые ты будешь испытывать вечно. Тот человек отвечает так. Кто ты такой? Откуда ты появился? Чтобы Аллах воздал тебе еще большими злосчастьями. А некто с мерзким отвратительным лицом говорит человеку в ответ. Я, твои грязные и скверные деяния, которые ты совершил, когда жил на земле. Клянусь Аллахом, ты был так скор в том, чтобы противостоять Аллаху и роптать на Него, и напротив даже не пытался быть покорным Ему. Пусть Аллах воздаст тебе по заслугам, наказав тебя. Пусть Он увеличит свой гнев и отомстит тебе. А тот человек в ответ скажет. Все, что ты мне сказал, возвращаю тебе. Пусть Аллах отомстит и тебе. После всего этого на него нападет некто слепой, глухой и немой с железной дубинкой в руке. Если бы люди и джинны, собравшись вместе, попытались взять эту дубину у него из рук и попытались бы сдвинуть ее с места, то ни у кого на это не хватило бы сил. Если бы он ударил ее по горе, то она тут же превратилась бы в пыль. И так он нанесет такой удар тому, кто находится в могиле, что человек превратится в прах. Позднее душа будет вновь возвращена человеку. И потом он нанесет дубиной такой удар по лбу человека, что каждый, кроме людей и джиннов, услышит его истошный вопль. Затем раздастся голос, который произнесет «Растелите этому человеку две постели из пламени ада и откройте ему дверь, ведущую в ад». Либо к нему явится некто, прекрасно одетый, благоухающий мускусом и прекрасным лицом, и скажет так «С милостью Господа сообщаю тебе благую весть о райских садах. Поздравляю тебя с благой вестью. Это райские сады с вечными благами, чтобы ты пребывал в счастье и благоденствии в них». Получивший благую весть человек, находящийся в могиле, спрашивает «Кто ты?» Да, счастливит и тебя Аллах всеми благами и воздаяниями. А тот отвечает ему «Я твое праведное деяние. Клянусь Аллахом, я всегда знал тебя, как человека строгого в повиновении Аллаху, державшегося подальше оттуда, где выражают недовольство Аллахом и ропщут на Него. Да воздаст Аллах тебе добром. Только два места, куда мы можем пойти. Либо Джанна, либо Джаханнам. Третьего не дано». Люди так легко воспринимают это. Говорят «Ничего, мы же мусульмане, мы там все равно навсегда не останемся. Ты думаешь, Аллах тебя окунет и вытащит из ада? А где гарантия, что ты умрешь верующим?» Аллах говорит в суре Ан-Наба «Поистине, ад в ожидании, и это прибежище для грешников. Они останутся там на века». Дорогие братья и сестры, если вам недостаточно этих слов для того, чтобы попытаться измениться, то у вас трудное положение. Артаат Ибн-Аль-Мундир говорил «Будьте осторожны, чтобы этот мир не завораживал вас, потому что он более завораживающий, чем магия Харута и Марута. Если бы вы знали, что умрете завтра, что бы вы сделали? Нет лучшего времени, чтобы дать милостыню, чем сейчас. И нет лучшего времени для намаза, чем сейчас. Нет лучшего времени для покаяния, чем сейчас, потому что мы не знаем, когда умрем». Один хадис пророка А.С. дает большую надежду, одновременно вселяет огромный страх. Дела оцениваются по завершению. «Я могу исправиться в конце своей жизни, умереть, совершая благое, и буду иметь благой конец. А еще могу всю жизнь стараться совершать благое, но свернуть с пути и погрязнуть об грехах, и умереть не успев покаяться. Не важно то, что вы делали в прошлом. Может быть, вы совершали больше благих деяний, а может, больше запретных. Вы сделали таубу. Аллах любит кающихся. Важнее и страшнее всего то, на чем вы умрете». Пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорил, «Каждый из вас может совершать деяния обитателей рая до тех пор, пока не окажется от рая всего на один шаг. И тогда ему сбудется то, что было предписано, и тогда он станет совершать дела обитателей ада». То есть плохие дела. И также наоборот, каждый из вас может совершать дела обитателей ада, и потом, когда сбудется то, что предписано, он станет совершать дела обитателей рая и попадет соответственно в рай. Хотя ему тоже оставался всего лишь один шаг до ада. Как мы можем спасти себя от наказаний в могиле? Первое, что мы должны делать, это дуа. Пророк, алейху ассалям, читал следующие дуа от мук в могиле ада и от пыток даджали. «О Аллах, прибегаю к Твоей защите от могильных мук, от мук огня ада, от смуты в мирской и загробной жизнях, от смуты даджаля». Второе, увеличивайте количество благих деяний, вслед за совершенным грехом обязательно совершайте благое деяние. Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха алейху ассалям сказал. «Поистине, когда умершего положат в могилу, он услышит звук сандалий уходящих людей. Если он был верующим, то молитва его будет находиться у его головы, пост его будет справа от него, закят его будет слева, а его благие деяния, как милостыня, поддержание родственных связей, добрые поступки и хорошее отношение к людям будут находиться у его ног. И когда подойдут ангелы со стороны головы этого человека, молитва скажет «С моей стороны прохода нет». Потом они подойдут справа и пост скажет «С моей стороны прохода нет». Потом они подойдут слева и закят скажет «С моей стороны прохода нет». Потом они подойдут со стороны ног, и благие деяния, как милостыня, поддержание родственных связей, добрые поступки и хорошее отношение к людям, скажут «С моей стороны прохода нет». Третье – это чтение суры Мульк. Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, сказал «Воистину, в Коране есть сура из 30 аятов, которая заступалась за человека, пока не простились ему грехи. И эта сура – возвышен тот, кто обладает властью». Четвертое – чаще вспоминайте разрушительницу наслаждений.